Добрый день, дамы и господа. А сегодня у нас 23 декабря 2023 года. У микрофона Леон Вайнстейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Хочу накануне Рождества и совсем недалеко от Нового года поговорить с вами о закате нашей цивилизации. Дорогие господа, именно нашей с вами, той самой, которую мы называем с вами Иуда Христианская. Возможно ли повернуть этот процесс вспять? В общем, размышления над подсмотренным, скажем так. Меня всегда удивляло, как великие державы вдруг исторически очень быстро рушились, разваливались. Казалось бы, достаточно обычными для них ударами соседей или по набегам всяких варваров. А внутренние междоусобицы, разборки, всегда это было, всегда было. А потом вдруг в какой-то момент раз, и оно как карточный домик поехало. Да, только что непобедимые, только что войска, которые легко всех бьют, так сказать, да, бам, и держава распадается на какое-то домино, эффект домино, что называется. Одно с другим, одно с другим, одно с другим, все падает, падает, падает. И вроде вот стояло, и говорят, ой, это был колос на глиняных ногах. Ничего подобного. Только что, что называется, всех били. Местное поражение какое-то произошло, да, и вдруг оно раз, и поехало, 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 поехало. И уехало. Но, живя вот в Соединенных Штатах Америки, мне, к сожалению, стали понятны причины таких развалов. Просто потому, что, вот, интересуясь связью экономики, политики и социального устройства общества, я, мне кажется, присутствую. Вот при вот таком вот процессе, к сожалению, присутствую. Значит, когда это было в Советском Союзе, я был рад при этом присутствовать. Сейчас я, к сожалению, присутствую. Вот, конечно, всегда есть некая основная, так сказать, доминантная, скажем, да, причина. Но если бы не было дополнений или осложнений, о которых мы поговорим вот сейчас, то надлом произошел бы, конечно, так сказать. Здесь большая причина, там что-то ломается, что-то меняется. Но внутренние силы живого организма, нации, вернули бы страну, общество к старому или к какому-то новому, иному, но тоже устойчивому существованию. Давайте вот вспомним Испанскую империю. Да, там, 300 лет подряд золото Америки лилось в Испанию, которая покупала на это золото все. Там, Испания зажралась, остановилась в развитии. Собственные изобретательства, промышленность, наука перестали быть нужны. И когда бедные соседи, которые там беднее, которые должны были сопротивляться сами, выстаивать напор испанской, так сказать, армады, испанского сапога, они обогнали испанцев, разбили их в чистую и свели практически Испанию к ничтожеству. Так никогда и не оправилась Испания, не стала, так сказать, больше великой там. Потом далее много всего происходило, а в Великой Испании вот той и не было уже больше никогда. Но добавьте к этому, на минуточку, изгнание евреев из страны. Значит, еврейские умы переехали в Атаманскую империю. Добавьте католические догмы, неподвижность сословий, и Испания стала живым трупом. Вот, а вместо того, чтобы, так сказать, вот разбили, она правила стала перестраиваться и снова вышла, так сказать, ну, так сказать, может быть, не такая, так сказать, огромная империя, но тем не менее живой организм. Никогда этого не произошло до сегодняшнего дня. Вот, кстати, мусульманский мир, который получил задарма нефть и газ, стоит на том же пути. Как только нефть заменят на другой источник энергии, большинство мусульманских государств просто рухнет. Так как население не образовано, такие же противоестественные, как у католиков, догмы не дают обществу развиваться. И великая мусульманская империя под названием ОПЕК, там, можно называть как угодно, но это и есть, так сказать, их империя, да, пойдет на дно. Но я хотел говорить о феномене Рима, Европы, Китайской империи прошлого и США сегодняшнего дня. Мы поговорим о доминантной причине проблемы, но начнем с того, что точит структуру общества изнутри. Когда доминанта, что называется, ударит, вместо того, чтобы, так сказать, снова соки пошли, снова это выстраивается. К сожалению, оно выстраивается заново. Если так все дело пойдет, не будет. Но перед тем, так сказать, не будем забегать вперед, начнем с первого – рождаемость. В первобытных обществах рождалось столько, сколько получалось. Обычно там от 8 до 12 получалось на одну пару, то есть мужчина-женщина, муж-жена, так сказать, там, бум, 8 до 12 детей. Из них не достигало возраста собственного, то есть деторождения 2 трети, там, или иногда 3 четверти, но, тем не менее. Значит, в обществах, где деторождение можно было тем или иным образом контролировать, и люди уже начали задумываться на эту тему, в бедных странах дети – это экономический плюс семье. Кто-то доит корову, кто-то пасет овец, кто-то работает на земле, кто-то по дому, маленькие собирают колоски. Другая картина начинается уже в зажиточных странах. Дети – они экономическая бунза. Один, ладно, двое, трое, но более в квартиру не засунешь. А еще в более развитых странах детей надо кормить, поить, одевать и еще и платить за их обучение в колледжах и университетах. Сколько можно вырастить таких, да? 8, 12, 14, тем более, что столько не погибает при рождении, столько не умирает. Куда? Столько. Поэтому рождаемость резко падает, как только страна начинает хорошо жить. Сейчас еще много детей в Африке и Азии, но уже видна тенденция к тому, что где-то к 2050 году население мира переломится, начнет сокращаться. Потому что раньше, так сказать, 70-х до прошлого века, через 30 лет будет 100 миллиардов людей жить на свете. Я, так сказать, привлечу. А тут выяснилось, что тенденция идет на замедление, замедление – бум, и как только достигается определенный уровень, даже не развития, а благосостояние, оно начинает тихо спадать. И тому население богатых стран уменьшается в каждом поколении, и его приходится пополнять с помощью миграции населения менее образованных, из каких-то других стран, которых, так сказать, все еще не остановилось, которые хотят забраться в страну, где больше всего, для того, чтобы начать этим пользоваться. А население, собственно, этих стран, оно вымирает. Вот, например, в Германии, только что выяснилось, среди этнических немцев 1,3 ребенка на пару родителей. То есть, в каждом поколении на 50% уменьшается количество немцев. То есть, еще 3-4 поколения и страну называть Германией будет совершенно бессмысленной. Второе. Родители, естественно, хотят для своих детей хорошей жизни. Это понятно. Сами они проходили через войны, через нищету, через необходимость бороться за существование, и хотят оградить от этого своих детей. Они ведь зеница ока, правильно? Их там 1, 2, 3 максимум, 3 – это уже много, их мало. За каждым обожание вату надо завернуть, и уйдет, дай бог. Поэтому в школах учат не отвечать на оскорбление ударом, а надо бежать к учителю и жаловаться. А если отвечаешь, то тебя наказывают за это. Не дай бог ты ответил. Проходил это несколько раз со своими внуками. Дети привыкают к тому, что сопротивляться ни в коем случае нельзя. Сопротивляться запрещено, сопротивляться плохо. Надо искать, кому пожаловаться. И вот этот, кому пожаловаешься, он пойдет и разберется в этой ситуации. А самим, не дай бог. Иметь дома оружие – это преступление. Это любое насилие, ведь нельзя оправдать. Любое насилие нельзя оправдать. И все хорошо, если бы мы жили, скажем, среди ангелов. Но только реальная жизнь – это, хотим мы этого или не хотим, это борьба за существование. Когда твою квартиру грабят, то тебя могут убить до того, как придет полиция. Изнасиловать, убить, измордовать. И если ты не научил своего ребенка драться, его будут избивать те, кого мы называем варвары или хулиганы. Там буллинг, говорят в английском языке, хулиганье, они, значит, вот наших детей. Они всегда буллинг. Человеческая природа. Если ты не умеешь сопротивляться, то ты не идешь в армию. Как же идти? Армия, оружие, о чем вы говорите? Какой кошмар, насилие, это ужасно. Надо полицию отменить, надо армию отменить. Иди отмени армию. И вот твою страну некому будет защищать. Обязательно найдется кто-то, кто захочет отнять у тебя то, что у тебя есть. В прошлом, значит, звали наемников. Может быть, и здесь сейчас начнут. Но мы знаем историю, это спецок, а там пять с половиной тысяч лет написана история. Мы ее хорошо знаем. В огромных количествах случаев наемники брали власть в свои руки со всеми вытекающими последствиями. Потому что местное население не умело сопротивляться, разнеживалось. Наняли их и сидят себе. О, смотри, сколько у них, они нам платят мало. Мы хотим обрать то, что у них есть. Вам забрали, никто не сопротивляется. Неумение бороться неминуемо приводит к тому, что приходят хищники. Почуяв твою слабость, забирают у тебя то, что им, в общем, давно уже хотелось иметь. Твои вещи, твою жизнь, твою свободу. Европа и Америка, как и богатые державы прошлого, взрастило уже два поколения несопротивленцев. Они не сопротивляются злу больше. Они вообще не понимают, как можно сопротивляться. Они должны побежать кому-то пожаловаться. Мы пока что выживали за счет технологии и прошлого богатства, которое построено было первопроходцами. То есть индивидуалистами, умеющими бороться за свою свободу, за свое благосостояние, за свою землю, за свое убеждение, за свои семьи. Сегодня живущие в больших городах американцы, особенно те, у кого родители, скажем, средний класс или выше, то есть жизнь у них легкая и безбедная, не умеют бороться. И если верить Дарвину, скоро проиграют в борьбе за существование своим примитивным соседям. Они потеряли способность бороться за выживание и, значит, обречены как только. Если только. Что-то, да. Но этого, борюсь, не случится, потому что нежные, любящие родители не дадут. Они же добра желают своим детям, поэтому они их угробят. Ну и третье, значит, есть еще на самом деле куча других мелких причин, но, так сказать, давайте, так сказать, к доминантной уже перейдем проблеме. Вот. Дойдя до определенного уровня развития, общество становится толерантным и пытается исправить ошибки природы. Общество перестает наказывать за отступление от норм, да, собственно, и нормы перестают существовать. Как бы даже стыдно эти нормы, потому что есть же кто-то, кто по-другому живет, надо толерантно ко всем относиться. Общество становится стыдно за любое проявление превосходства одной группы над другой. Не дай бог, не дай бог, все совершенно равны. А так как это неравноправие, естественно, не дай богу. Но, то общество, пытаясь исправить естественные процессы, то есть, скажем, заставить нас, членов общества, жить неестественным образом, вводят неестественные правила и законы, то это общество и разрушает. Вот давайте, давайте, так сказать, определим сейчас, что есть естественное и как пытаются это сегодня естественное поменять на что-то другое, более честное с их точки зрения. Вот, скажем так, один человек умеет думать, он умнее другого. Поэтому он лучше решает проблемы и получает больше всего того, чего люди желают, и больше того, чем те люди, которые проблемы решать не умеют. Под проблемами, господа, все что угодно, так сказать, от производственных до жизненных, до социальных, каких угодно. Одни способны, другие нет. Те, кто способны, те получают блага. То есть, награды, которые дает общество за то, что ты, вот, так сказать, что-то такое общество сделал, да? Открытие медицинское, или там президентом стал, так сказать, или ты играешь потрясающе на рояле, так сказать, и т.д. То есть, что-то такое делаешь, чего другие делают не умеют. Теперь, значит, что ты получаешь? Ты получаешь лучшего качества автомобиля, лучшую одежду, более красивых женщин, или мужчин, если ты женщина, богатые дома, гостиницы, люкс, бизнес-класс, или первый класс в самолетах. То есть, ну вот, все к чему, как бы, визуально стремимся. Не все, да, некоторые интеллектуальные и прочее, но большинство общества стремится вот к этому визуальному выражению того, что ты успешный. В Венесуэле, на Кубе, во Вьетнаме, до войны в Аргентине, до войны, имею в виду, когда Аргентина была одна из восьми самых развитых стран, до, так сказать, гениальных социалистов, которые туда пришли. В Чехии, Словакии, Венгрии, Больша, Болгарии, Алжире, там, так сказать, и в Швеции, кстати, пока шведы не отдумались. У них был так, 15 лет период, шли в социализм, потом отдумались, и вот почти, почти совсем выбрались. Значит, у более умелых и способных строить и другими обеспечивать лучшую жизнь, потому что, когда ты построил там производство автомобилей, их всех покупают, то ты занял там 10 тысяч человек на этом строительстве, и они стали лучше жить, чем когда они жрали, что называется, семечки с подсолнухом. Вот. У них начинают отбирать прибыль, а затем, когда у них отпадает охота что-либо создавать, опять, так сказать, все эти страны, о которых там РДР, и тому подобное, о которых мы говорили, вот, их отбирают у них и в бизнес, и страна впадает в нищету, потому что становится общая, то есть ничьё, то есть всем дофиньки. США, целые районы были объявлены зонами неувеличения аренды, rent control, называется. Значит, прошли там десяток, полтора десятка лет с начала существования таких зон, и вдруг выяснилось, что жить там стало ужасно. Почему? Значит, хозяева не получают прибыль, с одной стороны, с другой стороны, никто не съезжает, им платят, им ничего там делать не надо. Районы стали, грязные дома, запущенные улицы, света нету, крысы бегают, и никто оттуда не съезжает, потому что так мало надо платить, где-то такую сумму найдёшь, найдёшь лучшее, да, или такое же даже. Невозможно. Никто не выезжает, никто, в общем, нету капитализма, нету прибыли, нету инцентив, то есть нету желания делать лучше для того, чтобы что-то такое у тебя происходило. Кстати, во всех этих районах, во всех, есть много книг по этому поводу, исследования и прочее, я читал два про Чикаго, там стали торговать наркотой, и туда стала бояться заходить полиция. Бояться заходить полиция. Значит, ну, как вот в Швеции пустили, значит, мусульмана, они проделали всё то же самое, и туда сейчас боится заходить полиция. Вот, то есть пытались сделать как лучше, а получилось как всегда. Чтобы не наказывать бедняков за тяжёлое детство, в Калифорнии решили не арестовывать и не наказывать тех, кто совершил преступление без насилия. Сразу же количество воровства, грабежей, а потом избиение убийств выросло в разы. Объясняйте вам почему? Думаю, что сами догадаетесь. Магазины, которые обслуживали вот в этих самых районах, где бедные люди жили, где они продавали по очень маленьким ценам, потому что там низкая аренда и тому подобное, да, они начали убегать оттуда, потому что их стали грабить, и смысла никакого там убивать начали, смысла никакого там оставаться не было, то есть уезжали из районов, вот где именно они нужны были, потому что, ну, куда пойдёт бедный человек, ну, куда-то ехать, тратит бензин, ехать, где дороже всё там, потому что дорогое и близко оно исчезло. Хотели как лучше, получилось как всегда. Значит, мужчины, которые объявляли себя скрытыми женщинами, их стали пускать в женские души, в школах, в университетах, в клубах, а женщины, а женщины или там девушки, которые там жаловались, орали их, их выгоняли из университетов, и выгоняли из спортивных команд. Мужчины стали соревноваться в женских командах, и более женщины не могут выигрывать, ни в плавании, ни в баскетболе, ни в других видах спорта, где нужна сила, скорость, так сказать, вот мужская энергия, там, тестостерон и тому подобное. То есть, опять, хотели сделать кому-то хорошо, а сделали огромному количеству людей ужасно. Потому что мы же, они же, они же женство маленькое, мы же их обижали. Вот люди, которые хотели быть внутри, хотели быть мужчинами, а те, которые женщинами, мы их всю жизнь обижали, а сейчас мы даем дорогу, ну и тому подобное. Чего вам рассказываю, сами и так знаете. Значит, никто из ведущих политиков-либералов не может публично объяснить, чем мужчина отличается от женщины. Каждый раз начинают в Конгрессе или в Сенате их спрашивать, они уходят от ответа и говорят, нет, не могу сказать, я не специалист. Какой специалист? У одного, извиняюсь, пенис, у другого ванчайна, да? Ну и тому подобное. Один может с помощью молочных этих самых жених кормить ребенка, а другой не может. Там есть еще два-три отличия. Они не могут этого объяснить. Почему? Потому что тот, кто это сделает, его выгонят с пассового партии, партии демократов, выгонят с того доходного места, на котором она кормится с этого места. Зачем им это нужно? Да, лучше я просижу и буду чувствовать себя идиотом полчаса, но зато потом моя жизнь будет опять очень хорошая. Меня поздравят мои друзья, что ты классно не дал вот этому гаду-республиканцу тебя, так сказать, подковырнул. Естественно, это когда мужчина ходит зарабатывать на пропитание, а женщина, если она рожает детей, занимается домом, семьей, детьми и так далее. Неестественно, когда мужчина приходит домой после работы отдыхать, а женщина, придя с работы, те же самые работы, 8 часов, рабочий день. Иногда сложнее, чем у мужчины. Бежит готовить, стирать, мыть, ухаживать за детьми и бегать в магазины за покупками. Женщины так этого добивались, подозреваю, что не все. Подозреваю, что это опять левые дела, те, кто там суфражистки, феминистки, не знаю, такие же оторвы, как сейчас, вот эти самые взвод, как он называется, обмотанные в Конгрессе, добивались, добивались, добились наконец. Сейчас пожинают плоды этой кошмарной победы. Хотели, как лучше, получилось, как всегда. Неестественно, когда можно кричать на улицах «Смерть евреям!» или «Смерть христианам!» или «Белые люди, мусор и навоз!» Но нельзя говорить «это же» у черных и мусульманных. Неестественно, когда расизм – это только когда дискриминируют черных, а когда дискриминируют белых, это не расизм, а даже, наоборот, ответ на расизм. И ответ на то, что у нас были рабы. Я клянусь, ни у кого в моей семье, я знаю, шесть поколений. За эти шесть поколений ни разу ни одного раба не было. Мы были рабами, в книжке написано, да, были рабами в Египте. У нас, слава богу, ушли, и каждый год говорим сами себе, больше рабами мы не будем. Массада. 964 человека покончили жизнь самоубийством, чтобы не стать рабами. Вот это вот подход. Я понимаю. Не желаю никого, так сказать, и тогда такой выбор иметь. Неестественно, когда в кино половина британского парламента 18 века – черные. неестественно, когда нам говорят, что культура пигмеев в Амазонке, или где я там живу, равна по значимости итальянскому ренессансу. Это неестественно. Уравнять вся и все – это неестественно. А поэтому выжить такое общество не может. Оно всегда скатывается в бунты, кровь, и как результат в тиранию, либо длительный период войн. Вот в Китае был безумно длинный, не могу сколько веков, не помню сейчас, до того Китай объединился. Они прошли через черте что постоянные войны все время. В Европе практически, может, не так долго, прошли то же самое, пока одна королевская ветвь Габсбурга практически не захватила все значимые троны континента. Но народ страдает много лет, когда вот какое-то построенное государство рушится, до ком-то вымещается, ну, нормальных людях, на нас своем. Перед тем, как объединиться снова длинные, длиннющие, кровавые, смутные времена. Я боюсь, мы идем к ним, господа. Или к отвратительному, может быть, еще хуже, всемирному правительству. С одной армией на земле, одним аппаратом подавления и одним нерушимым на тысячелетия порядком. Пока не распадется, оно в результате центробежных сил. Когда-то все распадается, да, так сказать. Но этого даже наши внуки, господа, не увидят. очень похоже, что доминантная проблема развалит нашу цивилизацию, которую, я уже сказал, мы называем иудо-христианское. Будет ли это всемирное правительство или нет, это еще, конечно, вопрос. Но так как доминантная проблема сопутствует еще и уменьшение, ей сопутствует также уменьшение рождаемости и отсутствие духа, первопроходцев духа, который построил Америку, Канаду, Израиль, ну, отчасти Австралию, то начавшийся распад цивилизации некому мало рождается, а те, кто родился не способны бороться, некому будет спасать и восстанавливать. Пока не придет какой-то иной период развития человечества или пока не придет некто или нечто, что вопреки всему сказанному вернет нас в мир, который мы с вами с катастрофической скоростью теряем. Ну, вот, собственно, на этом, наверное, и все. Теряем мы, на самом деле, просто по той причине, что мы решили наплевать на природу человека и строить общество ненатуральных отношений. вот, кстати, капитализм был самым натуральным и поэтому самым успешным способом сосуществования. Он просто не был доведен до следующего шага, когда управление строится, управление обществом строится не на базе политической демократии, а на базе экономической демократии. Совершенно разные вещи, но об этом, о пути выйти из нашего завального положения, из нашей катастрофы мы поговорим как-нибудь в другой раз. Но пока до следующих встреч и в следующий раз, думаю, буду рассказывать уже больше о сиюминутной политике и сиюминутных делах, которые вот, которые мы кончаем этот год и с которыми мы вступаем в год грядущий. До свидания. Если не встретимся до того, я думаю, что встретимся, то Merry Christmas, то есть с Рождеством тех, кто празднует, ну и хорошего Нового года. До свидания.